Матчем с трехкратным чемпионом страны, московским Спартаком, завершили первый круг чемпионата России среди команд высшей лиги «Самарские крылья Советов». Руководство крыльев неординарно подошло к проблеме неудачной игры команды, в частности запретило трансляцию футбольного матча, которое планировало самарское телевидение, обвинив тележурналистов в нелояльном отношении к родной команде. О какой лояльности может идти речь, если команда даже в домашних матчах не в состоянии не только выиграть, но и достойно проиграть? Всего 17 минут понадобилось московскому Спартаку, чтобы разобраться с хозяинами поля, кто есть кто. Никифоров великолепным ударом метров с 25 открывает счет. Через пять минут он еще раз поражает ворота Мартешкина, но уже метров сорока. На 30-й минуте первого тайма Цимбаларь искусными финтами разбросав оборону Волжан делает счет 0-3. А в ходце тайма Аверьянов с острого угла неожиданным ударом забивает гол престижа. 1-3. Казалось, у Крыльев появилась надежда завершить эту игру более-менее достойно. Но, увы, сразу же после перерыва Шмаров забивает четвертый мяч. Он-то и надломил Крыльев, послав их в откровенный нокаут. А вот дальше дважды отличился Тихонов на 75-й минуте. И спустя 10 минут после острой, интересной, неожиданной контратаки гостей. Ну что ж, хозяевам поля остается только благодарить судьбу, что счет не достиг двузначной цифры. Как минимум еще три острых момента было у ворот Мартешкина. Это Оленичев сейчас не достиг цели. Цимбаларь, Тихонов. И мяч выбивает защитник из пустых ворот. На мой взгляд, игра удалась в связи с тем, что обе команды пытались сыграть на атаку в открытый футбол. Моментов было создано достаточно много. Но Спартак опять проявил такое разбазаривание моментов, что их хватило бы, наверное, на пять матчей. Это один из основных, по-моему, на сегодняшний день компонентов, который вызывает у меня тревогу. Ну, не слишком вы строги сегодня в оценке матча. Нет, если мы хотим играть на высоком уровне с командами европейского класса, то там такие моменты бывают раз-два за игру. Если их не используешь, то просто проиграешь. Ну, игру проиграли, можно сказать, полностью во всех компонентах. И физически, и главное, в мышлении. К тому же, конечно, не повезло. То, что такие вот удары, Мартешкин где-то, я считаю, все-таки прозевал оба удара. Неудачно сыграл. Ну, и дальше в атаке мы опять не реализовали очень много моментов. Очень много моментов. Ну, мне так показалось, что сегодня наша команда, особенно в последней минуте, она была настолько безвольной и деморализованной, что сейчас нужно целая, наверное, неделька все-таки для того, чтобы привести их в чувство. Продолжение следует...